У меня недавно был пациент с очень плохими анализами. Молодой человек, 35 лет, занимался в своё время, несколько лет назад, профессиональным спортом. Растил мышечную массу. И ему тренер, диетолог, нутрициолог, не знаю, кто-то посоветовал. Для того, чтобы растить мышечную массу, есть много рыбы каждый день. И он, не разобравшись в этом, ел, наверное, на протяжении года каждый день тунец. И когда понял через год уже, что у него дико болит живот, что у него болит поясница, ну, он сопоставил, что, наверное, почки, что-то с почками не так. Он пожелтел, у него были жёлтые склеры, жёлтые там руки, кожа. Он понял, что что-то он, наверное, делает не так. Пошёл сдавать анализы, а там в анализах полный швах. Там почечная недостаточность. Воспалительные показатели в крови были просто, они зашкаливали там в тысячу раз. В общем, организм в состоянии просто, я не знаю, за что хвататься. Начала с ним разговаривать. Он говорит, я год ел тунец каждый день. Все прекрасно знают, что рыба является одним из самых ценных источников омега-3 жирных кислот, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья нашего организма. Но мало кто знает о потенциальной опасности содержания тяжёлых металлов в рыбе. Давайте разбираться в этом вопросе. Пару слов про омега-3, которая содержится в рыбе. Это жирные кислоты, которые способствуют улучшению работы мозга, сердца, снижают уровень воспаления, снижают уровень холестерина. Я снимала очень подробное видео о пользе омега-3 для нашего с вами организма. Обязательно посмотрите это видео. И, кстати, рассказала, как правильно выбирать омега-3 и как правильно её пить. Так вот, мы с вами знаем, что существует несколько видов рыб, которые являются особенно богатыми на источники омега-3 жирных кислот. Среди них можно выделить всем известный лосось. Но кроме лосося, оказывается, омега-3 очень много в таких простых видах, как сельдь, скумбрия, только не копчёная, конечно, из магазина, нерка, кита, сардины, анчоусы, макрель, треска и так далее. То есть даже в каких-то видах рыб попроще, не таких дорогих, как лосось, содержится очень много омега-3. Потребление этих видов рыбы может помочь значительно обогатить наш организм необходимым омега-3. С омега-3 примерно плюс-минус всё понятно. Давайте перейдём к обсуждению очень важной второй темы. Это содержание тяжёлых металлов и в очень большом количестве в рыбе. Потому как рыба и морепродукты, гребешки, креветки – это как губка, которая впитывает в себя всё подряд, а потом, естественно, обогащает этим всем человека, который её съел. Любая рыба содержит определённое количество тяжёлых металлов, таких как ртуть, свинец и кадмии. Я не беру все тяжёлые металлы, я беру основные, которые для организма человека губительны. Свинец, ртуть и кадмии попадают в водоёмы из разных источников, включая какие-то промышленные выбросы, загрязнение почвы, а также разные воздействия антропогенные, в том числе воздействие человека. Если какие-то другие вещества выводятся из этой рыбы, которая плавает в водоёмах, то ртуть, свинец и кадмий, они аккумулируются и способны накапливаться годами, чтобы в конце концов отравить носителя или того, кто съест эту самую рыбу. Давайте рассмотрим основные тяжёлые металлы, которые могут содержаться в рыбе. Всем известная ртуть. Ртуть – это металл, который находится в рыбе в форме метилртути, что представляет самую вот такую явную и наибольшую опасность для здоровья человека. Отравление ртутью на самом деле страшная история для человека. Тут и нарушение нервной системы. Здесь может быть, знаете, от состояния бессонницы до какого-то нервного срыва. Здесь тошнота, рвота, боли острые, боли в животе. Здесь может проявиться почечная недостаточность, нарушение функции почек. Ну и, соответственно, да, ртуть – это один из самых сильных канцерогенов, то есть ртуть увеличивает риск развития рака. А также это риск развития аутоиммунных, тяжёлых, хронических заболеваний у взрослого человека и у детей точно так же. Интересный факт. По данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, которые живут за счёт рыбной ловли, до 17 детей из тысячи детей страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, которая содержит ртуть. Когнитивные нарушения – это нарушения памяти, всё, что связано с работой головного мозга. Поэтому очень важно осознавать риски, связанные с содержанием этих тяжёлых металлов в рыбе и принимать соответственные меры предосторожности при её употреблении. Я не говорю о том, что мы должны с вами исключить рыбу из рациона, но знать, как её готовить, как её выбирать и какую рыбу нужно избегать, я вот хочу как раз рассказать в сегодняшнем ролике. Виды рыбы, которые содержат больше всего ртути – это большие хищные рыбы, которые находятся в верховьях пищевых цепей. Акулы, королевская скумбрия, тунец, про которые я уже сегодня говорила, что вот мой пациент ел каждый день тунец, меч, рыба и различные хищные большие виды рыб семейства окуневых. Кроме ртути есть ещё также свинец, тоже супертоксичный металл, отравление которым – это такое глобальное влияние на центральную нервную систему, также на почке и на кости. Типичные симптомы отравления свинцом – это дикая бессонница, судороги, нарушение координации движений, и особо опасен свинец точно так же для деток, беременных и кормящих женщин, а так как у беременных женщин нервная система плода находится в стадии развития, и вот тут свинец способен вызвать очень серьёзные нарушения в этом процессе. Рыба, в которой много свинца – это, опять же, крупные хищные рыбы, такие как сом, судак, окунь, тунец, опять же, и другие. Честно говоря, тунец, знаете, да, в нём много достаточно белка, очень много белка, в нём мало жира, но по содержанию свинца, ртути и кадмия это рыба номер один. Я понимаю, многие люди любят тунец за его там классный вкус, но по сути это такая достаточно токсичная рыба, которую каждый день есть точно нельзя. Кадми – это ещё один тяжёлый металл, который может содержаться в рыбе из-за загрязнения окружающей среды и воды, в которой рыба живёт. Подобно ртутному и свинцовому загрязнению, кадмий известен своей токсичностью и может накапливаться в тканях человеческого организма, что приводит, опять же, к проблемам с почками, костями, нервной системой и развитию онкологии. Наиболее загрязнённый кадмий в виды рыб – это примерно плюс-минус такие же виды, как я уже перечислила, тунец, большие хищные рыбы, акула, окунь, сом и так далее. Как же быть с тартаром, малосолёной рыбкой, даже если бы хорошие качества и дышать? Можно такую? Ну, все мои такие грамотные друзья, знакомые коллеги-паразитологи говорят о том, что, по идее, вообще, в принципе, сырую рыбу есть нельзя. Наверное, все видели эти ролики ужасные, как открывается, значит, в этой упаковке открывается слабосолёный лосось, светится это специальной лампой, а там обилие разных-разных паразитов. По сути, тартар – малосолёная рыба, вся, которую мы покупаем в магазинах, если мы не сами её солим, и мы точно не знаем, как это делается, по сути, как говорят мои коллеги, она вся заражена паразитами. Но вот, опять же, здесь в крайности главное не впадать. Есть люди, которые вот каждый день едят рыбу, тунец, каждый день едят там лосось слабосолёный или тартар, или суши, да, но это же не еда на каждый день. Всё-таки рацион должен быть более или менее на ежедневной основе безопасный. Если ты там раз в полгода позволишь себе суши или рыбу, ничего, конечно, там глобального не произойдёт. Просто имеется в виду, что это не основа питания. Ну, вообще, по сути, наш с вами организм уникальный. И наш организм умеет обезвреживать практически всё, если он работает стабильно и в гармонии ЖКТ находится. Наш организм способен обезвредить очень такие серьёзные химические соединения, наша печень, например. Правильно работающий желчный пузырь и желчь вместе с желудочным соком, вместе с пищеварительными соками способны обезвредить любые бактерии, простейшие, то есть паразиты, глисты, да, проще говоря. Но другое дело, что наш ЖКТ у 95% людей не работает так, как должен работать. Недостаточное количество желчи, застой желчи, перекруты желчного пузыря, низкая кислотность желудки, недостаточная работа поджелудочной железы, естественно, в кишечнике огромное количество бактерий. Почему это происходит? Из-за дисбаланса работы органов желудочно-кишечного тракта. Кстати, об этом я очень подробно рассказываю на своем вебинаре, который называется «Здоровый ЖКТ. Как изменить свою жизнь за 3 часа». Я рассказываю о том, как наладить вот эту стабильную работу всех органов желудочно-кишечного тракта. Если что-то не так, например, загиб желчного пузыря, дискинезия, низкая кислотность, панкреатит, что с этим делать и как всё равно привести свой организм к здоровью, приходите на вебинар, он бесплатный. Ссылку на мой вебинар я оставлю в описании к этому видео. Для того, чтобы минимизировать ситуацию с тяжелыми металлами, существуют советы по выбору рыбы с низким содержанием тяжелых металлов. И первый самый важный совет – отдавайте предпочтение мелким рыбам. Меньшие рыбки по размеру обычно имеют меньшее содержание тяжелых металлов, так как они находятся на более нижнем уровне пищевой цепи и имеют меньше времени на накапливание и аккумулирование вот этих вредных веществ. Второе – выбирайте рыбу с коротким сроком жизни. Рыбы, у которых короткий срок жизни, как правило, имеют меньше времени для накапливания тяжелых металлов. Чем старше рыба, тем больше ртути, свинца и катмия она успела накопить. Конечно же, предпочтение нужно отдавать рыбам из экологически чистых источников, где водоемы меньше подвержены загрязнению промышленными выбросами и какими-то другими источниками загрязнения. Например, морская рыба содержит больше ртути из-за загрязнения соленых водоемов. И есть такие регионы, где загрязнение выше, чем в каких-то других. Это часть Средиземного моря, некоторые участки Японии и Швеции. У меня есть ощущение, что мне лучше покупать фермерскую рыбу, которая выращена в бассейне, потому что там никаких металлов нет. Там рыба в море плавает и ест, что она хочет. А на фермерском хозяйстве, в этих искусственных озерах, рыба ест комбикорм. Рыба, выращенная на фермерских хозяйствах, она, как и курица, будет очень жирная, очень большая, с большим количеством мяса вот этого рыбного. И, естественно, с большим количеством омега-6, которые не должны поступать в большом количестве нам с пищей. И очень много жира, который, опять же, тоже не полезен для нашего организма вот в таком избытке. Понимаешь, здесь как бы просто нужно подключать голову и разнообразить свой рацион. То есть не есть одну рыбу сутками. Я понимаю, есть люди, которые демонизируют мясо и считают, что рыба полезнее. Белок рыбы, он легче усваивается для нашего организма. Но, если честно, если взять вот рыбу и мясо, я не говорю сейчас про курицу, не птицу, а именно мясо, то с точки зрения экологичности мясо гораздо более экологичное, чем рыба по всем фронтам. Что бы я могла рекомендовать вам для минимизации риска? Разнообразие, естественно, употреблять разнообразные виды рыб, чтобы уменьшить риск длительного воздействия одного вида рыбы с высоким содержанием тяжелых металлов, например, как с моим пациентом. Не надо есть каждый день тунец, к примеру. Умеренность. Здесь очень важная история, потому как нужно следить за количеством употребляемой рыбы, например, тунец тот же или королевская скумбрия, не чаще одного раза в месяц. Тогда страшного ничего не будет. Здесь на слайде я вынесла вам виды рыб, которые можно спокойно есть 2-3 раза в неделю. Хек, сардина, треска, камбала, кефаль, устрицы, морепродукты. Кстати, если мы говорим про морепродукты, то самая такая глобальная губка, которая впитывает в себя вообще все вредное, ну, понятно, там есть что-то полезное, но в основном там все вредное, это гребешки, морские гребешки. Содержат очень много тяжелых металлов. Это вообще номер один рекордсмен по содержанию ртути, свинца и кадмия. Приготовление рыбы играет ключевую, очень важную роль в минимизации риска употребления тяжелых металлов с рыбой. Первое – это готовка на пару. Приготовление рыбы на пару является одним из самых здоровых методов приготовления. Он позволяет сохранить большую часть питательных веществ и уменьшить содержание жира. Второе – выпечка. Приготовление рыбы в духовке также позволяет сохранить питательные вещества и уменьшить содержание тяжелых металлов, так как не требует, по сути, большого количества добавленного жира и минимизирует потерю питательных веществ. Еще третий важный момент. Когда вы готовите рыбу или, например, едите в ресторане или в кафе, удаляйте жир. То есть приготовление рыбы с удалением жировой ткани помогает уменьшить содержание тяжелых металлов, так как токсичные вот эти соединения, они чаще всего локализуются именно в жировой ткани рыбы. Принесли вам лосось с жиром, жир убрали, лучше кожуру снять и есть, соответственно, мясо. В моем телеграм-канале вы найдете мой самый любимый способ приготовления рыбы, который самый быстрый, самый полезный и который минимизирует все риски, о которых я только что сказала. Существуют еще такие рекомендации по комбинации рыбы с другими продуктами для максимальной пользы, и вы тоже должны обязательно это запомнить. Первое. Комбинируйте рыбу с овощами, богатыми клетчаткой. Вот эта клетчатка, содержащаяся в овощах, она на себя будет забирать все негативные свойства, о которых мы с вами сейчас поговорили, и, соответственно, обогащать блюдо витаминами, минералами и антиоксидантами. Добавляйте к рыбе много зелени, например, шпинат. Это будет усиливать поступление витаминов и минералов и, опять же, минимизировать риски. Но еще один очень классный момент – это сочетать рыбу с цельнозерновыми продуктами, такими как, например, коричневый нешлифованный бурый рис или цельнозерновой хлеб. Здесь будет много клетчатки, витаминов группы В и другие полезные вещества.